Вот, дальше. Где применим? Где применима журналистика и где применим контент-мейкинг? В принципе, я уже говорила, что они пересекаются, да, то есть очень часто бывает такое, что какие-то политические, допустим, партии, они привлекают контент-менеджеров для того, чтобы те заполняли сайты, для того, чтобы те писали какие-то публикации и так далее. Бывает такое, бывает наоборот, бывает журналисты уходят в сферу контента, вот как я, допустим, это сделала, да, потому что мне в журналистике я, в принципе, ну, практически поняла все, практически наработала все. Единственное, чем я не занималась, политикой, и я поняла, что я пока не хочу заниматься этим, поэтому я попробовала себя в сфере маркетинга. То есть мы периодически перекликаемся, но я вам скажу так, что для того, чтобы переучить себя как журналиста для контент-мейкера, мне понадобилось три года без малого, это правда, потому что если вы думаете, что вы как журналист хорошо пишете, и вы пришли сразу к фирму, допустим, да, вот вас взяли какую-то фирму, и вы сразу обалденно будете писать контент, вы очень сильно ошибаетесь. Журналистика – это, как я уже говорила, больше история про информацию и про эмоции, то есть ты должен наполниться чем-то от человека для того, чтобы вылить это на бумагу. А контент-мейкинг – это история про то, что ты должен писать быстро, четко, по делу, ярко, красочно и на конвейер.